Нам прислали какао Макшоко. Смешаем разные вкусы. Соберем какао-пирамидку. Лучше сначала его выпить. Какао Макшоко вкусный и полезный напиток. Макшоко со смешариками. Любимые герои. Любимый какао. Всем большой привет. Мы с вами начинаем новый влог сегодня. Хотела рассказать вообще последние дни, что у нас было. Я немножко приболела. Для нас, как Женя, переболел. У Алиски у нас тоже что-то было типа ротовирусу, но на один день сейчас все нормально. Мы ее вчера отвезли бабушке. Она очень хотела прямо сама к бабушке. Она постоянно говорит, хочу к бабушке, леди. Мы ее отвезли. И вчера к нам приходили ребята, друзья. Мы играли в настолки. Очень прикольная, кстати, есть игра. Codnames. Если вы любите играть в настолки, обязательно себе ее купить, потому что она реально очень интересная. Но играть там нужно по командам. Минимум 4 человека, что было. А сейчас, короче, пока Алиска у бабушки. Мы отдыхаем. У нас сегодня просмотр Гарри Поттера. Вот такая у нас тут новогодняя атмосфера. Гарри Поттер первая часть. Елочка красивая. Чаечек. Короче, все отлично. Отдыхаем по полной. Мы с Женей купили новый робот-пылесос Volmer F550 Sapphire. Наш старый уже стал очень плохо справляться со своей задачей. И вообще работает он у нас уже больше трех лет. Поэтому мы решили купить новый, более мощный и красивый. В комплект входит сам робот-пылесос, док-станция для зарядки, сетевой адаптер, пульт управления, насадка для влажной уборки, салфетки из микрофибры и аксессуар для очистки. У него очень стильный дизайн, который хорошо вписывается в интерьер нашей квартиры. В робот-пылесос встроена умная камера и датчики распознавания. Он легко распознает препятствия и выстраивает оптимальный маршрут уборки. Он убирает все виды загрязнений, от мелкой пыли до волос и шерсти на ковре. Отличается тихой работой, потому что в него встроен специальный японский двигатель. Можно включить и пойти отдохнуть, потому что пылесос не помешает вашему сну, чтению или другим занятиям. Робот-пылесос не только пылесосит, но и может сделать небольшую влажную уборку. У него разные режимы подачи воды. Мощный для сложных загрязнений, средний для уборки пролитой жидкости, слабый для легкой влажной уборки. Робот-пылесос легко заезжает и очищает ковер с ворсом до 2,5 см. Кроме того, робот-пылесос легко проедет и уберется под мебелью. Им можно управлять при помощи голосового помощника Алисы, Маруси, Алексе, при помощи пульта или в приложении Smart Life. Мы пользуемся именно этим вариантом. У робота-пылесоса русская озвучка, поэтому вам не придется ничего перепрошивать. Все уже встроено. Начинаю зарядку. Начинаю вашу уборку. А также у него есть различные виды уборки. Ручная с помощью пульта. Автопрограмма, когда пылесос сам выбирает маршрут. Уборка по границе вдоль мебели. Уборка по спирали. Это уборка локального места, если вы что-то пролили, уронили. И пылесос работает на одном месте. И программирование по времени. Робот будет убираться в определенное заданное время. И, кстати, очень круто, что пылесос работает без подзарядки два с половиной часа. Ссылочку, где можно купить пылесос, вы можете найти в описании под видео. Совсем скоро Новый год. И сейчас, наверное, все подводят какие-то свои определенные итоги. Я именно итоги прошедшего года как-то не особо сильно подводила. Я больше, наоборот, фокусируюсь на том, что я хочу в следующем году, в 2024. Хотя, конечно, я вообще считаю, что Новый год — это не время, когда что-то кардинально меняется. Потому что мы сами только влияем на нашу жизнь, её сами меняем, и никто другой за нас это не сделает. Поэтому не нужно ждать понедельника, Нового года, я не знаю, каких-то событий, чтобы что-то начать менять. И я хотела с вами поделиться вообще, что я планирую делать, так как я уже говорила, что я хочу взять небольшой отпуск от Ютуба. И у меня освободится определенное время, и я хочу его уделять тем вещам, которые у меня не забирают энергию, а которые мне её дают. То есть тем, что мне интересно. И когда мы ездили в Египет, я поняла, что я забыла полностью английский язык. И я хочу сейчас начать его учить снова. Когда я училась в школе, я очень любила английский язык, и мне очень всегда нравилось им заниматься. То есть я хотела вообще с этим связать свою жизнь. У меня всегда очень хорошо получалось, и меня хвалили и в школе. И я хотела поступить даже на Иньяск, на Вколомню. Я не поступила тогда в Москву, потому что я недостаточно набрала баллов. Хотя английский язык я сдавала ЕГЭ, и сдала его на 78. То есть это достаточно неплохой балл. И русский я тоже сдала, по-моему, на 88, что ли, на 87. А вот общагу я сдавала и математику. У меня мало баллов, там по 55 где-то. Вот мне не хватило для поступления на бюджет. А на платное обучение, соответственно, я даже и не рассчитывала как-то только на бесплатное. Поэтому выбирала в Коломню, сюда было проще поступить. И я поступила только, получается, во второй волне. Но на Иньяс я не прошла, опять же, потому что у меня было в сумме мало баллов. Передо мной девочка, она была последняя. У кого хватило баллов, мне уже на Иньяс не хватило. И я тогда поступила на начальное образование плюс английский язык. То есть я учитель по профессии начальных классов. И дополнительное у меня образование считается, это учитель английского языка. И в универе тоже у меня очень всё хорошо получалось. Я любила английский, это один из моих любимых предметов. Мне всегда нравилось это. Но в итоге случилось так, что, когда я родила, я вообще перестала заниматься как-либо английским, потому что мне это в целом было не нужно. Практики не было, никуда мы не ездили даже, чтобы практиковаться. То есть мы пять лет до этого не были вообще с Женей в отпуске, особенно за границей. За границей я последний раз была, я уже не помню даже когда, лет, наверное, девять или восемь назад. Ну, если не считать Турцию и Египту в этом году. И я тогда, когда мы были в Египте, и нужно было что-то произносить на английском, и поняла, что я просто забыла абсолютно всё. При этом, что у меня реально есть способности, если объективно оценивать, потому что я хорошо знаю всю грамматику, то есть я знаю все времена. Ну, я не говорю, что я прямо сейчас всё это помню, но я помню, что у меня очень хорошо получалось, и я всё это знала. Мне очень обидно, что вот эти знания, они просто из-за, наверное, беременности, потому что в беременности у меня просто отшибла память. Я не знаю, у всех так нет. Но раньше у меня была прям феноменальная память. Я очень быстро всё запоминала. причём у меня она больше такая визуальная, то есть если я прочитаю или где-то увижу, я быстро запомню. А вот на слух я воспринимаю не так быстро. И мне стало очень обидно, что в Египте я не могла связать даже двух слов, и я вот хочу начать снова изучать английский. Ну, не изучать, мне, наверное, нужно его просто вспомнить, то есть все времена, лексику. У меня вот лексика, я знала слова, я не помню, какие даже уровни, честно говоря, есть, но у меня была лексика выше, чем вот изучали все в школе, потому что я ходила к репетитору, занималась. И хочу снова начать, в общем-то, изучать английский язык. Вот, это одна из моих целей таких больших на 2024 год. Хочу вспомнить, потому что я очень... Вторая цель вытикает отсюда, я очень мечтаю путешествовать. Когда мы были в Турции в сентябре, я поняла, что мне это реально приносит удовольствие, смотреть, как живут другие люди, смотреть, что вообще происходит в мире. То есть вот это, знаете, когда ты... Вот когда мы оказались в Африке, да, в Египте, мы просто посмотрели и ужаснулись, как реально там живут люди, как там живут дети. И вот это помогает как-то начать ценить, что ли, свою жизнь, условия, комфорт, уют, в котором ты живешь. Ну, много что позволяет осознать. И еще когда мы были в Турции, я уже тогда осознала, что я очень хочу путешествовать. Если будет возможность, хотелось бы, конечно, ездить хоть каждый сезон, то есть там 4 раза в год, 5 раз в год. Ну, конечно, да, путешествия нужны очень большие деньги, соответственно, нужно работать и зарабатывать. У меня есть даже отдельный счет-копилка в банке для ИП. У меня есть ИП. И там, получается, с каждого моего поступления 5%, там сейчас я сделала побольше, откладывается сразу автоматически на этот счет-копилку. И получается, что таким образом, как раз-таки, когда мы прилетели из Турции, я тогда уже завела эту копилку, мы вот за эти 3 месяца накопили на Египет. Ну, конечно, путевка в Египет совсем дешевая была. Вот. И сейчас поэтому я увеличила немножко процент, который копится, чтобы успеть накопить. Мы вот собираемся, очень надеюсь, что получится у нас в марте в Эмираты съездить, в марте-апреле, и потом еще, наверное, летом куда-то. Хотя летом, конечно, везде, скорее всего, жарко. Ну, посмотрим. Очень бы хотелось вот тоже сделать акцент на путешествиях, то есть посмотреть мир вообще и отдыхать больше, потому что все вы знаете и видите невооруженным глазом, да, что мы очень много работаем, очень много делаем всяких дел, которые надо делать, но очень мало отдыхаем. Ну, не скажу, что прям мало, да, мы там ездим в бассейн, в аквапарке, там ходим в кафе, какой-то такой, знаете, отдых, досуг именно в пределах нашего города. Но помимо этого хочется еще вот путешествовать, потому что когда ты... Вот я на себе заметила, когда мы были в Египте, я просто вообще не думала о работе. То есть у меня такого не бывает в нашем городе, в Коломне. Просто отключается мозг, и ты отдыхаешь, то есть голова у тебя отдыхает. Это очень круто реально сказывается. Я только сейчас это осознала, что это важно, и поставила себе такую цель, чтобы больше зарабатывать, чтобы больше была возможность путешествовать. Это вот вторая моя цель, такое желание. Третье — это я хочу заниматься фитнесом, либо спортом, там, либо йогой. Короче, какое-то физическое должно быть направление. Может быть, в зал пойду, не знаю, пока на групповые какие-то тренировки. Может быть, на йогу просто пойду. Может быть, возобновлю гамаки, потому что у меня как-то периодически бывает. Я хожу-хожу там 2-3 месяца, потом всё, перестаю на месяц или на два. Мне нужно прям будет на СВП работать и регулярно включить свою жизнь, прям в календарь, каждую неделю там хотя бы одна тренировка, чтобы была. Это прям обязательно нужно, идеально было бы, если бы у меня всё это получилось. Может быть, кто-то знает, что я вообще-то 8 лет училась в музыкальной школе. С первого класса я пошла на класс фортепиано. И я ненавидела музыкалку просто первые 7 лет, когда я там училась. И при этом такой нонсенс. Я осталась на 8-й код дополнительный. Потому что 7 лет ты учишь программу именно музыкальной школы. То есть ты не выбираешь сам то, что ты хочешь играть. Вот эти гаммы, сальфеджио, музыкальная литература. Мне это всё не очень нравилось, хотя у меня тоже есть слух. Я вот могу на слух определить, какие ноты. Ну, то есть у меня реально это очень хорошо получалось. Многие произведения знаю. Но не любила я никогда, вот честно говоря, музыкалку. Не любила ходить. А потом получилось так, что в конце 7 класса мне предложила моя преподаватель по фортепиано, чтобы я ходила к ней домой. Я числилась в музыкальной школе, но занималась у неё дома. И мы играли то, что мне хотелось. Мы играли в основном какие-то песни из кинофильмов, которые все знают. Ну, такие произведения не классику, да, а вот уже что-то, что можно попеть там в компании. И мне реально было кайфово вот этот 8-й год. У меня есть даже где-то документы о дополнительном вот этом годе обучения. То есть 8 лет я потратила на музыкальную школу. И опять же, когда я выпустилась, да, 8 классов закончила, я вообще не притрагивалась к инструменту. То есть у меня в памяти где-то до сих пор есть там 2, может быть, мелодии, и то я их знаю не полностью. Единственная песня, которую я могу сыграть от начала до конца, это «Я тебя никогда не забуду», по-моему, «Юнонная авось». Вот, я её могу сыграть, спеть, и то там элементарные просто аккорды, элементарные ноты. И вторая мелодия, я даже не помню, как она называется, и я могу сыграть там буквально, ну, немножко в начале. Я решила возобновить, я решила взять репетитора по фортепиано, и хочу заниматься, хочу играть, хочу для себя, потому что мне на самом деле это реально нравится, когда ты играешь в какой-то, не знаю, уходишь в какой-то астрал, кайфуешь. Вот, я с января уже записала, с 10 числа нашла на Авито девушку, которая занимается репетиторством, и буду ходить, заниматься, хочу играть то, что я хочу. Вот, так что такие у меня планы на 24-й год, хочу их посвятить каким-то своим таким занятиям, которые мне интересны. Я уже вам говорила, что пока не знаю, насколько я уйду из Ютуба в прошлом видео, если вы пропустили, я сейчас беру небольшой отпуск, а может быть и большой, может быть вообще не вернусь, но я думаю, что вернусь, потому что у меня, скорее всего, просто выгорание, мне нужно отвлечься, и потом с новыми силами какие-то интересные видео для вас тоже выпускать. Но я не планирую пропадать из Инстаграма, то есть я планирую там транслировать, как раз-таки, возможно, какие-то свои занятия вот эти, и там сможете следить за моей жизнью, если вам интересно. И также я, наверное, возобновлю введение Телеграма. Если вы не хотите меня терять, то подписывайтесь еще на мой Телеграм. Я не обещаю, что я там буду, но надеюсь, что у меня будет желание, я буду его вести. Вот, так что так, но мы с вами будем продолжать этот влог. У нас сегодня запланирован корпоратив с нашим брендом Оливия. У нас там сейчас коллектив небольшой, всего лишь пять человек. Это я, Женя, Женин брат с девушкой, и Катя, менеджер бренда. Поэтому я сейчас буду собираться. Мне нужно попробовать уложить волосы. Я себе купила брашинг, чтобы в другую сторону они сгибались. Я еще не сильно прям приноровилась, но потихонечку учусь это делать. Немножко нужно подкраситься. Я не буду делать какой-то супер макияж, просто замажу синяки, подкрашу реснички, и в целом все, наверное. Эти ребята мы будем дарить вот такие прикольные подарочки. Я их уже давно заказала на Вайлдберрисе. Такие тут красивые мешочки подарочные и внутри обычные конфетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все тогда мечты сбывались. Сейчас вы взрослые и можете исполнить все свои желания сами. Главное верить! С наступающим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу показать подарок, который мне подарила Катя. Все, наверное, уже знают, как мы с Женей любим пить чай. В общем, тут вот так вот эти с корицей. В общем, тут вот так вот этих с корицей. И фруктово-ягодные чаи. Причем очень красивая упаковка. Такие баночки. Потом туда можно будет складывать наши чаи, когда закончится. Очень красиво. Такой еще запах. Жаль, что видео невозможно передать. Аромат. Так что берите на заметку, кто еще подарки не купил. Мне кажется, чай это просто универсальный подарок. Но мы вот, например, с Женей только листовой пьем. Кто-то, может, и не пьет. Но есть и пакетированные чаи разные тоже. А сорти, наборы. Так что такая классная штучка. Такой классный подарочек. КОНЕЦ Новый год, ярко сверкают нашу чайку. А чайик? Какой чайик? Ух ты! Что это такое? Это резиночки? Интересно. Другой, да, надо? Ну давай, другой. Так, это что-то интересное. Нравится тебе такой подарок? Давай. Дядя, 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 дядя. Дядя, 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 дядя. А еще? Еще подарок? Давай, открою. Это айсаврик. Динозаврик? Да. Это дракон. Дракончик? Дракончик. Сейчас, подожди, у меня там, привязка. А, нет, тут привязка. А, тут еще книжка, смотри. Ты уже хочешь раскрашивать так сильно? Ну давай, смотри. Набираешь любой цвет, чуть-чуть. Теперь раскрашиваешь. Держай одной ручкой домик. И раскрашивай, например, вот эту. Смотри, как она старается, прям в треугольничек. Ну почти. У нас уже подсох дом. Оценить Алис на творчество. Какая красотища. Ну что-то в этом есть. О, вот эта сторона самая первая. Еще самая такая веселая получилась в просветке. А дальше черная краска пошла в ход. Сейчас забрал последнюю в этом году поставку. Просто конструктор. Лего. Одеваться некуда. Я уже приехал. Фаркоп пока что машину не ставил для прицепа. В принципе, все уместилось здесь. Получается, чуть больше куба получилось. Ну, все влезло. Поэтому респект вообще. Багажник затестили. Второй раз уже так везу. Первый раз чуть поменьше вез. Сейчас нагрузил чуть побольше по объему. Просто пипец. Сколько пришло материалов. Я вообще хрен знает, как я это все уместил. Но получилось прикольно. Там видно что-нибудь или парк? Видно. Давай я расскажу что-нибудь. Погрежу. Мы сегодня приехали в Экотермо в Рязань. Такая тут на улице красота. У нас сейчас было коллективное парение. Вообще очень классная процедура, приятная. Сейчас еще снежок такой идет. Видно на камере? Угу. Слушайте, везли. Да, давай, попроси. Вот так вот. Женя. Купается. Очень красивый ракурс. Прикольно тут париться. Классно. Рука мерзла, да? Мы еще, кстати, не одни, мы с ребятами приехали. Они пошли кушать. Они кушать? Да. Они сказали, что пошли кушать? Да. А мы к чему не кушаем? Сейчас идем. Я пошли кушать. В этом году помимо корпоратива с нашим брендом Алией, у нас еще был корпоратив с гримеркой. Как раз сейчас ставила оттуда кадры. Мы встретились, немножко покушали и начали обмениваться подарками. У нас уже сложилась такая традиция играть в Тайного Санту. Это когда каждый вытягивает случайное имя другого человека и готовит ему подарок. А потом мы все вместе должны узнать, кто что кому подарил. Забирайте эту идею на заметку, обязательно используйте ее на следующий год. А мы, кстати, играем не только на Новый год, но еще и на 8 марта и вообще на все наши корпоративы, потому что это очень классная традиция. Корпоратив прошел достаточно весело, мы обменялись подарками, была небольшая новогодняя программа, танцы. В общем-то, все было классно. Алиса у меня тут сегодня осваивает ножницы. Я ей в первый раз дала. Мне казалось, до этого она маленькая была. Ой, опасно как. Ну, с другой стороны, пусть учатся. Я тебе говорила, да? Если будешь торопиться, то можно пальчик прищемить. Ну, тебе еще один большой листик покажешь, как ты научилась большие резать листики. Не-не-не, неправильно, не так, не так, не так. Давай-давай. Молодец. Будем с тобой потом еще по контуру, да, учиться вырезать? Пальчики только аккуратно. Пока хотя бы просто учимся держать ножницы в руках. Полосочку нарезала. Это мы наклейки тут клеили. У нас такие альбомы. Я хотела их в самолет взять, но они не успели прийти. Вот тут картинки и наклеечки. Ты наклеиваешь куда хочешь. И вот мы одну книжку случайно разорвали и решили ее получить срезать. Не-не надо так ножницами. Молодец. Пальчики. Тебе нравится резать ножничками? Мама. Неправильный пальчик, что ли, у тебя там режет? Какой-то другой пальчик у тебя сейчас режет. Ну ладно. Главное, чтобы получается. Пальчики аккуратно. Ножничками можно прищемить. Больно будет. Уже совсем-совсем скоро наступает Новый год. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам в 2024 году в первую очередь здоровья. Конечно, это очень важно. И как раз в этом году у меня был упор на здоровье. Я поняла, насколько это действительно прям одно из самых важных в нашей жизни. И второе, чего я хочу вам пожелать, это баланса. Баланса всех сфер, чтобы у вас во всем все получалось. То есть и в семье, чтобы все было хорошо. И в личной жизни, и в работе каждого из вас, чтобы это успех. В общем-то, во всех сферах, которые у нас существуют. И на хобби какие-то, да, чтобы у вас было время своими увлечениями заниматься. Хочется вам пожелать именно этого. Ну и, конечно, чтобы все ваши цели, которые вы будете себе ставить, все ваши мечты, они тоже на вами. Всех поздравляю с наступающим 2024 года. Но это последний влог этого года. И я уже рассказывала вам, что я ухожу в отпуск на пока что неопределенный срок. И я пока не знаю, вернусь ли я и когда это будет. Возможно, это будет через две недели, возможно, это будет через месяц. А возможно, позже. Поэтому вы меня не теряйте. Я возобновила вести свой Телеграм-канал. Кому неудобно подписываться на меня в Инстаграм. Подписывайтесь на Телеграм. Ссылочка будет в описании под этим видео. Там уже сегодня, я вот записываю видео 29 числа утром. Уже сегодня будут выходить мини-таки подкасты, аудио, ответы на ваши сообщения, на все самые интересные вопросы. Я обязательно отвечу. И вы сможете, собственно, мне задать. И там я буду снимать для вас какие-то кружочки, видосики, может быть, писать тексты. Пока что одна есть на этой энтузиазме силы. Посмотрим, как будет по факту. Но я постараюсь ввести Телеграм, чтобы вы со всеми не теряли. Потому что очень много было приятных слов под прошлым влогом. То, что будут люди скучать по мне. Мне это было, на самом деле, очень приятно. И не хочу с вами совсем прерывать связь, да. Потому что многим все равно интересно наша жизнь. Кого-то я мотивирую, как мне написали. И поэтому, чтобы не теряться, обязательно мне подписывайтесь. И будем с вами на связи. Ну, а я еще раз вас поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю вам всего-всего самого наилучшего. Всем пока!